Итак, всем мой математический здрасьте, меня зовут Станислав Морозов и сегодня у меня для вас вектора. Вектором называется отрезок, у которого задано начало и задан конец. То есть это просто отрезочек со стрелочкой. Что имеется в виду? Имеется в виду вот такая вот штучка. И вот это называется вектором. Оно имеет два обозначения. Либо я могу его обозначить АВ, либо могу его обозначить вот так. Когда я обозначаю двумя лангетинскими буквами, предполагается, что первое начало, второе конец. То есть отрезок, у которого есть направление, называется вектор. Спрашиваются, нафига нам его дают? Зачем нам дают его в школе? И зачем теперь у нас его еще и спрашивают на ЕГЭ? Ответ здесь, на мой взгляд, такой. Дело в том, что вектора, они используются в основном в физике. То есть именно физики его используют часто для того, чтобы указывать, в какую сторону прилагается сила, или в какую сторону она ей противодействует, всякие законы Ньютона и так далее. Почему физик? Причем здесь физика и математика? Ну вот лично я заметил, что физики не очень любят учить математике. Предполагается так, что если ты ведешь физику, то значит уже ты знаешь математику. И конечно им не хочется рассказывать нам ни про теоремы Пифагора, ни про координаты никакие, ни про то, как считать косинусы. И поэтому они попросили математиков. Ну скорее всего, опять же, это мое такое и сугубо личное скромное мнение. Попросили математиков, ну-ка давайте вы математике уделите особое внимание вот этому разделу, чтобы нам, физикам, было легче. Но тем не менее, задачи есть, их надо решать. Итак, значит, что мы должны знать про вектора? Ну, во-первых, что такое два одинаковых вектора? Вот двумя одинаковыми векторами будут называться две такие палочки, которые я совместив, начало и конец, и они совпадут. Ну вот тут не добавить, не убавить. Два вектора считаются равными, если совместил я начало и концы тоже у меня совместились. Все. То есть у них направление одинаковое и длина одинаковая. Первое, что нужно уметь делать, наверное, это считать длину вектора. Во-первых, как ее считать, если мне как-то нужно тогда вектор задавать? А как мне его задавать? В пространстве все задается благодаря французскому математику Рене Декарту. То есть я должен построить какую-то некоторую систему координат, в которой у меня будет начало, вектор и конец, я могу теперь спокойно задавать их координаты. То есть если это у меня будет координатка х1, давайте я вот этого вектора пока удалю. Итак, у меня есть координатка первая х1, у1 и х2, у2. Так вот, оказывается, считается, что правильно задавать вообще координаты вектора вообще одним единственным числом. Ну, точнее, одной единственной координаткой. Смотрите, то есть раз уж мы определились, что вектора у меня будут одинаковыми, если я их совмещу начало и конец. То есть у меня, по сути дела, будет такой же какой-то одинаковый вектор, который будет равен этому. Это тоже будет А. Но только здесь, какие координаты у меня теперь, я могу задать этот вектор одной единственной парой значений, х и у. По большому счету, если я перенесу вот это сюда, этот у меня также куда-то сюда перенесется. То есть вот он, мой параллельный переносик. Что это есть? То есть вот это моя теперь координатка вектора. Она задается как? Это х2-х1, у2-у1. То есть если у меня была в координатной плоскости две три координатки, то я могу равный ему вектор задать с помощью всего одной пары значений. То есть вот это вот и будет у моего вектора А. Будут координаты х2-х1, у2-у1. Ну пускай это будут какие-то теперь новые, такой-то х0, у0. Так вот это и будет называться координатами вектора. Ничего сложного нет. То есть я беру просто, если он у меня как-то задан. Вот как у меня эта точка переносится, так и эта переносится. То есть если там я вижу в клеточках каких-то, да, и вот здесь у меня три клеточки, и здесь три клеточки надо перенести. Ну значит это перенесется вниз на три, влево на три. Вот то есть с точки зрения графики тоже все несложно. Что еще хотят знать от нас физики? Чтобы мы их умели складывать, вычитать и друг на друга умножать. Значит сложение векторов, ну понимаете, да, как в физике. Одна сила действует сюда, вторая сюда. Значит тогда общая сила, сумма этих векторов, должна действовать куда-то туда. Ну не знаю, кому это понятно интуитивно, кому нет. Но смысл такой, что я должен уметь складывать вектора. И соответственно их друг с друга вычитать. Ну и здесь есть такое правило, что если мне нужно найти, если сумму двух векторов, то значит либо я должен поместить, вот пускай у меня новый вектор какой-то, сумму которого мне надо найти. Какой будет вот такой, b. И мне нужно найти a плюс b. Вот видите, куда у меня стрелочка показывает? Вот оно куда-то туда и будет. То есть я должен, двумя способами, я должен либо вот это начало вектора b поставить вот сюда, перенести его вот так параллельно. Ну либо этот поставить вот сюда. Общий смысл такой. Это будет диагональка параллелограмма. То есть либо я этот помещаю в конец этого вектора. Либо они у меня просто здесь, я дорисовываю до параллелограммы. Но смысл такой, что вот это и есть a плюс b. Я думаю понятно. Да, то есть диагональка параллелограмма направлением вон туда вот. Это и есть сумма этих векторов. Если же мне нужно найти разность векторов, то я просто соединяю концы и веду в направление туда, от которого вынимаю. То есть веду стрелочку тому вектору, из которого я вычитаю. То есть давайте пускай мне будет, давайте я его стукну, он станет фиолетовым. То есть а вот это будет a минус b. То есть вот этот фиолетовый у меня это a минус b. А вот этот вот оранжевый, это у меня a плюс b. То есть, ну повторюсь, да, у меня есть, если мне нужно сделать сумму векторов, я их могу совместить и провести диагональку. Диагональка параллелограмма будет сумма векторов. Если же мне нужно найти разность векторов, то я тогда веду от конца b к концу a. То есть стрелочка будет показывать. Вот это я путал в школе тоже. А в какую сторону стрелочка? Помню, что вот здесь вот треугольничек. А стрелочка туда, из которого вычитаем. То есть стрелочка в направлении вектора a. Ну и вот это надо запомнить. Я думаю, здесь сложного ничего нет. Запоминается легко и быстро. Тем более, если вы ученик старше девятого класса, то наверняка какое-то дежавю у вас все равно вспоминается в руголове. Вот. Что здесь еще можно добавить? Ну давайте я перерисую картинку, чтобы ее не захламлять. Ну и пока доска за мной сохнет, давайте поговорим вот на какую тему. А что такое будет произведение векторов? Вот просто понятия произведения векторов в математике нет. Есть понятие скалярное произведение векторов. Откуда нам такое слово хитрое досталось? Ну, по-моему, это вообще откуда-то со времен Ломоносова. Когда была это скаляр, а это какая-то переменная. То есть скалярная величина означала только то, что она не векторная. Ну то есть то, что это числовое значение. То есть если сумма векторов это вектор, если разность векторов это вектор, то скалярное произведение это в любом случае число. Как оно определяется? Оно определяется через произведение длин векторов и косинус угла между ними. Это в физике, в математике. Если мы знаем координаты векторов, у нас вообще все шикардошно. То есть, А на Б скалярное произведение. Это не что иное, как х1 на х2 плюс у1 на у2. Где х1, где это А, это координаты вектора. Первого Га и х2, у2, дорога. То есть, если я знаю координаты векторов, то вот оно, мое скалярное произведение. Если же мне нужно найти скалярное произведение, а я знаю координат, не знаю. Но я знаю длины векторов и угол между ними. Но тогда мой скапур равен модуль А на модуль Б на косинус угла между ними. Ну и как вы видите, что тоже часто любят давать. Любят давать и координаты, просто дать координаты, а попробуй найди угол между ними. То есть, отсюда угол можно легко найти. Косинус альфа, это будет мой скапур А на Б, деленный на модуль А на модуль Б. Ну, я, наверное, не сказал, что модулем у них называется как раз таки длина. То есть, вот в физике считается, что модуль вектора это длина. Ну, вот так. Ну и пусть, фиг с ним. А как его найти? Ну, опять же, если мне дали координатки, да, координаты вектора, я теперь уже знаю, что этот вектор у меня притянутый за нос, ну, точнее, за свое начало, в точку с координатами 0,0. И вот мой это будет x1, а вот это y1. Ну, координаты, это же понятно, да, что вот здесь вот это у меня проекция сюда, проекция сюда. Поэтому вот эта длина вот этого вот катета, это x1, а длина этого катета y1. Теорема кого? Пифагор Самойский. Ну, тем не менее, всем известный знаменитый Пифагор, который придумал такую теорему, что сумма квадратов катетов равна квадрату t. То есть, у меня мой вектор, его будет длина, не что иное, как корень из x1 в квадрате плюс y1 в квадрате. Ну, давайте я теперь это отделю. Это у меня длина, это у меня в угол, ну, а это у меня в капор. То есть, по сути дела, я и все рассказал. То есть, вся теория про векторы укладывается, ну, вот, в 10 минут. Можно посмотреть теперь задачи, которые здесь есть. Давайте несколько задач, взятых с одного очень-очень неизвестного сайта, решу ЕГЭ. А, ну, наверное, вот еще что забыл сказать. Когда просят доказать перпендикулярность векторов, то мы вспоминаем, перпендикулярность это 90 градусов, а косинус 90 градусов это 0. То есть, косинус угла между ними будет 0, значит, тогда векторы перпендикулярны. Что они еще часто любят вставлять? Ну, давайте, да, на конкретные задачи. Итак, задачка вот такая. Мне дали вектор АВ. Вектор с началом в точке 2, 4 имеет координаты 6, 2. Найдите абсциссу точки В. Прикольно, да? То есть, если мы с вами про вектора мало чего понимаем, и про то, что они вообще равенцы векторов, и куда их можно переместить. Вектор с координатой с началом 2, 4 имеет координаты 6, 2. Найдите абсциссу точки В. Вот про что задача. То есть, если вектор имеет координаты, вот оно, да, вот это ключевое, то это означает, что в точке 6, 2 у меня вот мой вектор. Но потом указано, что начало у меня теперь у него в точке 2, 4. То есть, 2, 4. То есть, вот отсюда я теперь должен нарисовать вот такой вектор, который будет ему равный. И потом указать вот эту абсциссу. Ну, как по мне, так все очевидно. Просто здесь на сколько она смещена у меня? На 2. Значит, я к 6 должен 2 добавить. Ответ 8. Идем дальше. Так, диагонали ромба АБЦД равны 12 и 16. Найдите длину вектора АБ минус АЦ. У меня есть некий ромб, у которого вот это АБ, а вот это АЦ. Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите длину вектора АБ минус АЦ. То есть, АБ минус АЦ. Мне надо длину найти. Так, а диагонали у меня? Б, Д, С. И еще и буквы по-дурацки расставили. Так, ладно. Диагонали, значит, тогда БД равняется 12. Вот так. Вот есть вот такая задача, да? С того же небезызвестного сайта. То есть, есть у меня некий ромб, диагонали которого 12 и 16. А надо найти мне разницу векторов АБ и ВЦ. Что, по сути, меня спрашивают? Меня, по сути дела, спрашивают найти длину вот этого вектора. АБ минус АЦ, значит, я введу стрелочку тому, из которого вычитаю. Но длина вектора, по сути дела, это длина стороны моего ромба. Если я знаю, что у меня есть ромб, вообще задача совсем не про векторы, да? А задача вообще чисто планиметрическая. Дали диагонали ромба, найдите его сторону. Все, что нужно было понять, это что же это такое, что разности векторов. То есть, из всей темы вектора здесь только то, что нужно найти, нужно понять, что это длина стороны ромба. Ну, из чистой планиметрии мы понимаем, что диагонали у меня пересекаются под прямым углом и делятся пополам. Значит, здесь, соответственно, одна моя сторона 6, вторая 8, 6, 8. Ну, я не дурак, да, я знаю, что такое египетский треугольник. Все, 10 сантиметров. Ответ, лисюнчик. Следующая задача такая. У меня даны стороны правильного треугольника, которые равны 33. И меня спрашиваются, найдите длину вектора АБ минус АЦ. То есть, меня спрашивают, понимаю ли я, что это вот этот вот вектор. Введу стрелочку в ту сторону, из которой вычитаю. Вот оно, значит, длина этого вектора тоже 33. Простая, конечно, задача. Спрашиваю тебя, ты в векторах соображаешь или нет, а ты уже, да. Еще простая задача. Стороны правильного треугольника равны 36. Найдите скалярное произведение. Стороны правильного треугольника равны 36. Найдите скалярное произведение векторов АБ и АЦ. Мы помним, что скалярное произведение, это произведение длин этих векторов на косинус угла между ними. Ну, значит, тогда это мой капр. 36 на 36 на косинус а угол какой правильно 60 а косинус 60 правильно 1 2 то есть 36 на 36 на 18 ну в чем хотелось подытожить да мы не разбирали какие-то сложные задачки я взял просто сайта решу и g30 задач про векторы и посмотрел те какие там есть но все которые там есть все какое-то слишком простое я наверное поступлю таким образом я запишу еще к этому видео решение контрольные по математике на тему векторы девятом классе она там сложнее даже чем то что дается нам на игрушечки а у меня на этом все всем пока всем счастливо всем хорошо прокачать свои знания предстоящего зале